Здравствуйте! На телеканале Новый Век. Программа Вызов 112. В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как пожилая женщина в автобусе получила травмы. А скорость почему порадовалась? Плохо теперь человек, плохо теперь. Опасная для пассажиров езда. Забрался на крышу и угрожал стрелять по полицейским. Ты чё, ***? Я не сопротивляюсь же. Ты чё мне в наружике-то? Причины и последствия. И полицейские ищут пострадавших от действий вымогателей. Слушай сюда. Дёрнешься, я тебя завалю. Ты меня понял? Это и не только прямо сейчас. Женщина пенсионного возраста пострадала сегодня в автобусе 10 маршрута. Водитель общественного транспорта, выполняя манёвр на улице Болотникова, допустил, что пассажирка упала, получив при этом травмы. Для женщины вызвали скорую помощь. Что стало причиной и какая ответственность грозит водителю автобуса с места происшествия нафиса Минязова. А скорую почему порадовался? Плохо терять человек, плохо терять. Водитель общественного транспорта признался, что карету скорой помощи пришлось вызвать для одного из его пассажиров, пожилой женщины. Однако из-за чего именно признался только автоинспектором. Травмирование пассажира в общественном транспорте считается дорожным происшествием. Если бы водитель не обратил на это внимание, то последствия были бы такие же, как при оставлении места ДТП. Сотрудникам ДПС мужчина сообщил, что во время движения его слева подрезал какой-то автомобиль. Чтобы избежать столкновения, с ним, говорит, пришлось вывернуть руль вправо. Тогда пенсионерка и упала. Ей понадобилась медицинская помощь. Упали, да? Да. А водитель виноват или как? Нет. Винить водителя в произошедшем женщина не стала. По предварительной версии, пенсионерка упала во время движения общественного транспорта. Как мы видим, от госпитализации она отказалась и снова решила проехать на том же самом автобусе. Если вина водителя в происшествии все же будет доказана, ему грозит административный штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав сроком до полутора лет. Написами Ниазва, Дельмалахметов, вызов 112. Затормозил, а впереди идущий трамвайный вагон. Сегодня днем один трамвай протаранил другой. Все произошло под железнодорожным мостом на улице Копылова. Происшествие вызвало большое скопление электротранспорта. А пассажирам пришлось выбирать другие средства передвижения. Подробности в репортаже Альбины Минебаевой. Колонна пустых трамваев только увеличивается, а когда все смогут тронуться, никому не ясна. Причина вот в этих двух вагонах. Под железнодорожным мостом водитель одного не рассчитал и врезался сзади в другой. А он вас догнал, получается, да? Да. А свою вину признает? Нет, не знаю. Конструктор трамвая первого маршрута рассказала, что ехали спокойно, как всегда, не останавливались. Вдруг сильный удар сзади. Говорит, сначала не поняли, что произошло, только, выйдя на улицу, увидели. Их сзади протаранил вагон шестого маршрута. Благо, в аварии никто не пострадал. Рассказать свое видение ситуации водитель второго трамвая не захотел. Стоимость ущерба еще предстоит оценить. Вероятно, он будет немаленьким, учитывая, что каждый трамвай стоит не один миллион рублей. К этому еще прибавится ущерб от простоя электротранспорта. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112. Забрался на крышу десятиэтажки, угрожал прыгнуть и стрелять по полицейским, если они вздумают к нему приблизиться. Такое сообщение поступило в экстренные службы Нижнекамска в 9 часов утра. Особых требований мужчина не выдвигал, а вскоре скрылся из виду. Но ненадолго. Айрат Назипов следил за ходом событий. Сидит на крыше, угрожает прыгнуть. И если кто подойдет, особенно полицейский, будет стрелять. Все это мужчина озвучил и скрылся с глаз. Пока сотрудники полиции поднимались на крышу, а спасатели дежурили внизу, случилось нежданное. Он вышел к ним с другой стороны. После высказывания всего, что ему хотелось с крыши дома, он спокойно спустился вниз, сходил в магазин. Но объяснять свой поступок не захотел. Так же, как и известности. Ему не понравилось снимание к своей персоне со стороны видеооператоров. Ты что у меня снимаешь? Буйного гражданина быстро успокоили и заключили в наручники, чтобы не махал руками. Никакого оружия при нем не нашли. Ты что, я не сопротивляюсь же? Ты что мне в наручники-то? Полицейские быстро выяснили, мужчине 30 лет. Раньше принимал наркотики и состоял на учете. Но последний год вел себя тихо до этого дня. Убери руки. Присаживайся, говорю. Теперь им, после оформления всех документов полиции, вероятно, заинтересуются психиатры. Врачам также предстоит выяснить, был ли он трезв, и если нет, то какие препараты он принимал. Айрат Назиф, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Вызов 112. Угрожали расправой жизни и вымогали деньги. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Саратовской области, которых подозревают в вымогательстве. Сейчас следователи ищут других возможных пострадавших от их действий и устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности. Подробнее в репортаже Славата Мухаммадулина. Слушай сюда. Дернешься? Я тебя завалю. Ты меня понял? Угроза лишить жизни и похитить родственников. Один из казанских предпринимателей получал их в свой адрес в течение года, но больше терпеть этого не мог. Стал всерьез опасаться за своих близких. Январе этого года обратился в полицию с заявлением. Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие действия проводились в рамках уголовного дела под контролем оперативников. В ходе операции полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 24 и 36 лет, жители Саратовской области. Обои заключили под стражу. Сейчас следствие полагает, что от рук вымогателей и их сообщников пострадали несколько человек. Как на территории Татарстана, так и за ее пределами. Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по республике Татарстан. Номера телефонов указаны на экране. Слава Тухмадулина, Фиса Минязева, Вызов 112. Задержан с наркотиками в одном из подъездов поселка Гэс Набережных Чулнов. В ходе досмотра у 29-летнего мужчины полицейские обнаружили 35 свертков из фольги. Экспертиза позже показала. Изъятая – синтетический наркотик. Позже в съемной квартире было найдено еще почти 100 граммов синтетики. Какое наказание сейчас грозит задержанному, знает Лина Зинатулина. У вас при себе есть что-нибудь запрещенное? Да. Сразу после задержания мужчина отпираться не стал. Отрицать очевидное не было смысла. Еще до личного досмотра признался – наркотики при себе имеются. Даже рассказал, какие и где лежат. В левом кармане получается вот этой жилетки. Количество не помню, там лежит. И в кармане трикол. В правом кармане лежит тоже количество. Не могу точно назвать. Всего у него при себе было 35 свертков из фольги. Экспертиза позже показала, что их содержимое – ничто иное, как синтетический наркотик, общий вес которого составил более 20 граммов. Мужчина не стал скрывать, для чего они ему были необходимы. Сегодня что делали в поселке ГЭС? В поселке ГЭС пришел спрятать наркотики. Задержанный рассказал, что наркотики он расфасовал и приготовил для дальнейшего сбыта на территории Автограда. Позже в его съемной квартире был проведен обыск. Мужчина также активно сотрудничал с полицейскими. Сумка вот эта. Я могу сам достать даже? Все, дальше мы достаем. Вот она. Все хорошо. Во время обыска в квартире в кладовой обнаружили два полимерных пакета с порошкообразным веществом. На кухне в вентиляционной шахте нашли еще три свертка обмотанных изолентой. Всего в свертках было около 100 граммов наркотических веществ. В итоге общий вес изъятых у мужчины запрещенных средств превысил 120 граммов. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При доказательстве его вины ему грозит провести в местах лишения свободы вплоть до 20 лет. Лена Зинатольевна, Нафиса Минязова, Вызов 112. Шумные попутчики, коалы, рыбак и артистичный вор. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Вот что бывает, когда не следуешь правилам безопасности. Американский пасечник, купив три пчелиные семьи, установил коробки в кузов грузовика и повез домой. По пути мужчина остановился на обед, и чтобы насекомые не пострадали от палящего солнца, он перенес контейнеры из кузова в салон автомобиля. Результат не заставил себя ждать. О-о-о, жизнь опасна. Рыбак рыбака видит издалека. Семья установила на берегу удочку, но едва люди отошли в сторону, их место заняла коала. В таком положении она просидела несколько часов. Впрочем, этого ей вряд ли хватило, чтобы поймать рыбу. Делал дело, гуляй смело. С таким девизом живет герой этого видео. Обокрав офис, он не удержался от победного танца прямо под камерами видеонаблюдения. Учитывая, что его лицо попало в кадр, раскрыть преступление не составило труда. Теперь артистичный вор будет танцевать уже за решеткой. Лисан Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова